Сирийский конфликт Сирийский конфликт, который, к сожалению, мы недавно, так сказать, были свидетелями печальной, очень третьей годовщины начала событий в Сирии, во многом зашел в тупик. И мы наблюдаем дальнейшее разрастание гражданской войны в стране, военного конфликта, но и одновременно наблюдаем и растерянность, в общем-то, сирийской оппозиции, которая тоже зашла в тупик по многим причинам, и растерянность спонсоров зарубежных, покровителей этой оппозиции. Что происходит в сирийской вооруженной оппозиции? Это более интересный сегмент, потому что зарубежные организации, эмигрантского толка, они, на самом деле, к сожалению, мало кого представляют уже на сегодняшний день. Там действительно есть и умеренные политики, есть политики, с которыми можно разговаривать, но они не имеют потенциала реального политического на сегодняшний день. Во многом расчет вооруженной сирийской оппозиции тоже делался на прямое военное вмешательство Запада по ливийскому варианту. Введение бесполетной зоны, начало бомбардировок в Сирии и так далее. Когда этот план не сработал, выяснилось, что плана Б, в общем-то, у сирийской вооруженной оппозиции не существует. В этих условиях оппозиция вооруженная на несколько сегментов. Это сирийская свободная армия, которая условно можно представить как часть светской оппозиции со светской идеологией, но сирийская свободная армия размывается. В общем-то, часть этой группы переходит к исламистам, к радикальным. Часть, так или иначе, вот мы видели тенденцию, особенно в феврале, перемирий в ряде пригородов Дамаска, Бабиля, Барза, еще несколько пригородов Дамаска. Эти перемирия между отрядами СССР и правительственными войсками свидетельствуют о том, что часть сирийской свободной армии, ну, так или иначе, если не переходит на сторону правительственного, то готова конструктивно сотрудничать, по крайней мере, по ряду тактических вопросов. Одновременно есть две абсолютно непримиримые группировки, связанных с аль-Каидой, которые и являются, в общем-то, наиболее сильным сегментом вооруженной оппозиции Джабхата Нусра, исламское государство в Ираке и Леванте. И есть новая группировка, широко разрекламированная, созданная по инициативе Саудовской Аравии, Джаиш Алислам. Но якобы это умеренные исламисты, но насколько они умеренные, уверенности ни у кого нет. Это те же самые радикалы, просто немножко перекрасившиеся, и которые заявляют о том, что будут воевать как против прелестных войск, так и против аль-Каид. Насколько это реально, не очень понятно. С южного направления на Дамаск, судя по всему, готовится некий удар. И тренировочные лагеря сирийской вооруженной оппозиции в Иордании, если сейчас пропускная способность 250 боевиков готовится, ну раз в 2-3 месяца, то Саудовская Аравия настаивает о том, что в два раза увеличить пропускную способность здесь. То есть идет накачка группировки Джаиш Алислам. В этой связи мы наблюдаем очевидное усиление вооруженной оппозиции со стороны как Саудовской Аравии, так Турции, Иордании и Соединенных Штатов Америки. Возможно ли прямая вооруженная интервенция? Здесь, конечно, вопрос очень сложный, но достаточно сказать, что в американском общественном мнении сейчас резко негативное отношение к любым военным авантюрам за рубежом, особенно в Ближневосточном регионе. Но действительно существует ряд факторов, которые могут к этому подтолкнуть ту же самую американскую администрацию, потому что рейтинг Обамы находится на очень низкой отметке, его атакуют все и слева, и справа, особенно справа, особенно республиканцы. В этих условиях для того, чтобы поднять свой рейтинг, действительно и Обама может под определенным давлением большим, который на него оказывается, он может пойти на такой шаг.